Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о работе Государственного комитета судебных экспертиз будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Иван Степанович Сысом, начальник Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, полковник юстиции. С 1993 года после окончания Украинской юридической академии работал в органах прокуратуры. С июля 2013 года проходит службу в Госкомитете судебных экспертиз. Работал заместителем начальника Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. 30 октября 2016 года назначен на нынешнюю должность. Вопросы, которые касаются деятельности Управления Государственного комитета судебных экспертиз, прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Иван Степанович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие телезрители. И начать наш сегодняшний диалог предлагаю с короткого анонса событий этой недели. 22 апреля свой профессиональный праздник отмечают судебные эксперты. В этот день, 6 лет назад, был подписан указ о создании Государственного комитета судебных экспертиз. Концерт в поддержку безвозмездного донорства крови пройдет в Гомеле в среду 24 апреля. В рамках тура под названием «Подари кровь, спаси чей-то мир» в городском центре культуры выступит белорусская группа «Нави-бэнд». На 25 апреля запланировано заседание Гомельского областного исполнительного комитета. На повестке дня – социально-экономическое развитие региона в первом квартале года, итоги исполнения бюджета и развития отрасли животноводства. 25 апреля в Гомеле пройдет очередная ярмарка вакансий. Незанятые в экономике граждане смогут встретиться с представителями кадровых служб, организаций строительной, торговой, промышленной и транспортной отраслей. 26 апреля в регионе пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В программе – митинги реквеймы, церемонии возложения венков и цветов к мемориалам, благотворительные акции. В субботу 27 апреля в Гомеле впервые пройдет паркур-фестиваль. В программе – шоу от учеников Академии паркура, прохождение полосы препятствий на скорость и выставка от партнеров. 28 апреля православные верующие отметят Пасху или Светлое Христово Воскресение. Это главный праздник христианского мира, знаменующий победу над смертью и дающий надежду на вечную жизнь. Обо всем этом в эфире «Беларусь4» расскажет служба новостей. Ну а сегодня – День судебного эксперта. Иван Степанович, я поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо огромное. Что принято желать экспертам? Экспертам области я бы пожелал в первую очередь, благодаря их за ту проделанную работу, кропотливую, ежедневную, на благо нашей страны, хотелось бы, конечно, пожелать профессионализма, пожелать всего самого наилучшего в их повседневной деятельности и, конечно же, общечеловеческих каких-то благ, здоровья, семейного благополучия, всего-всего самого-самого наилучшего. Эксперты – это действительно высококлассные специалисты, которые о своей отрасли знают абсолютно все. Мне интересно, есть ли у нас на Гомельщине люди, которые владеют какими-то уникальными навыками и знаниями? Если так уж говорить, то каждый эксперт обладает какими-то уникальными познаниями в той или иной области. Достаточно сказать, что в состав нашего управления входит более 500 работников, включают в себя 9 межрайонных отделов по всей области, выполняют практически свыше 100 видов экспертиз, решают многочисленные вопросы, задачи, которые перед нами ставят. Как правоохранительные органы, так и сами граждане, юридические лица. Ну вот, а такие уникумы, которые вот один человек, предположим, на область, что-то умеет делать, и все остальные вам завидуют подразделения? Ну, это, естественно, генетики. Это важнейшая отрасль наша, бурно развивающаяся. И за последнее время наши эксперты генетики шагнули далеко вперед и могут делать практически уникальные вещи. Это, конечно же, такие уникумы. Я бы их так назвал. Это радиоэлектронщики, компьютеротехники, которые наты с компьютером, с любым радиоэлектронным устройством, и действительно достают из этих компьютеров радиоэлектронных устройств ту необходимую информацию, которая там зачастую стирается, уничтожается, перепрофилируется. Однако им удается это все оттуда извлечь и помочь, опять же, тем, кто инициирует проведение такой экспертизы и ставит перед нами вопросы. Мы стараемся объективно в кратчайшие сроки эти вопросы решать. Судебно-медицинское направление очень востребовано, и достаточно сказать, что более половины экспертиз, проводимых в управлении, это, конечно же, судебно-медицинские, которые решают различные вопросы, как и с умершими людьми, так и с живыми людьми. Достаточно серьезное направление нашей деятельности. Криминалисты, естественно, тоже делают уникальные экспертизы. И что касается почерка, автора почерка, ну, это достаточно сложные виды экспертиз, которые нам удается выполнять и разрешать все поставленные вопросы. Но все равно есть какие-то более-менее рядовые экспертизы и исследования, которые достаточно хорошо изучены и часто выполняются, а есть редкие. С чем приходилось иметь дело, может быть, всего один раз? Ну, вы знаете, по-своему, каждая экспертиза уникальна. Почему? Потому что это только методика одна для всех. А ведь представленные образцы, либо поставленные вопросы всегда отличаются какой-то своей своеобразностью. И не всегда четкие следы, те же криминалистические, на первый взгляд, уже давно этот вид экспертизы во всем мире выполняется. Но вместе с тем это определенную сложность представляет при выполнении данного вида исследования. Не всегда у нас палец на месте происшествия оставлен четко, ясно, как в доктокарте, когда специально откатывают, как мы называем, пальцы. Даже, наверное, скорее это бывает очень редко, когда хорошие отпечатки. Совершенно верно. И поэтому это очень кропотливая работа. Это вид экспертиз, который мы делаем практически круглосуточно. Нам поступают следы. И сегодня мы уже научились прямо с места происшествия их получать. В режиме онлайн, с помощью средств связи современных. То есть человек, который работает на месте преступления, он сразу же это отправляет в управление, и специалисты начинают работу. Да, в круглосуточном режиме. Да, это действительно очень, конечно, такой напряженный график. Ну, что интересно, что при снижении уровня преступности количество экспертиз растет. И как раз Гомельское управление делает больше всего исследований в стране. В прошлом году 45 тысяч, да, если я не ошибаюсь. Почему так происходит? Ну, во-первых, мы делаем экспертизы не только связанные с криминалом. То есть не только по уголовным делам, административным материалам и так далее. Еще мы делаем экспертизы по обращениям граждан и юридических лиц. А таких вопросов в нашей жизни достаточно много. Есть еще гражданское судопроизводство. Тоже ничего общего с криминалом не имеющее. Однако вопросы, которые необходимо решить в судебном заседании, то ли это раздел имущества, то ли другие вопросы. Практически даже по гражданскому делу где-то необходима та же почерковическая экспертиза, чтобы установить, а тем лицом подписан договор какой-то или документ и так далее. Поэтому связывать только с криминальной обстановкой нашу деятельность нельзя. Тем более, что постоянно возможности экспертов растут. И мы предлагаем и судам, и гражданам, и юридическим лицам новые виды исследований, которые востребованы. Например, транспортные средства при постановке на учет, они проверяются в том числе и нашими экспертами. Мы в ВИН-номера проверяем. В этом году достаточно большое количество людей обращается. Мы стараемся в кратчайшие сроки выполнить эти исследования и дать людям достоверную информацию. Поддельный номер, неподдельный на автомобиле. Да и документы исследуем в том числе. Не будем связывать только с уголовным производством деятельность судебных экспертов. Но мне все же интересно, в среднем на одно дело сколько приходится выполняемых экспертиз? Тоже однозначно ответить я, наверное, не смогу. Если это тяжкое, особо тяжкое преступление, их могут быть десятки экспертиз. Я могу сказать с уверенностью, что сегодня практически ни одно уголовное дело не обходится без экспертного исследования. Это я знаю точно. А я знаю точно, что сейчас мы с вами посмотрим сюжет. Накануне с возможностями экспертов познакомились корреспонденты нашей программы. Давайте посмотрим все вместе. Американский пистолет-пулемет Томсона, револьвер, браунинг, винтовки вермахта и Красной армии. Пистолет, выпускавшийся только для советского армейского генералитета. Одновременно такой арсенал можно увидеть только в двух местах. На съемках фильмов или во время военных реконструкций или, как сейчас, в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Впрочем, попадает сюда не только готовое к применению оружие, но и его отдельные детали. Необходимость их экспертизы объясняется просто. Наши кулибины могут собрать полноценное оружие из частей, казалось бы, ни к чему не пригодных. На экспертизу поступает оружие, производимое в любой стране мира. Каких-либо проблем с его определением и идентификацией у нас не возникает. Основная задача, которая стоит перед нами, это определиться, что это за оружие. Пригодно оно, непригодно для стрельбы. Впрочем, только пистолетами и пулеметами работа экспертов-криминалистов не ограничивается. В этом году на их вооружении появился твердомер. Этот прибор используется для определения прочности металла при производстве экспертиз холодного оружия. Кроме того, на нем можно производить испытания практически любых видов металла. Еще одно приобретение экспертов – автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система Дакта-2000. В течение нескольких минут она подберет из общереспубликанской базы несколько похожих вариантов, которые исследует эксперт. Еще через несколько минут ответ на запрос будет отправлен сотрудникам, расследующим происшествия. Потом данные перепроверят еще раз, однако в данном случае разговор идет об оперативной работе. Кстати, это один из немногих отделов комитета, сотрудники которого работают круглосуточно. На 100% правильно у нас только подтверждается дактилоскопическая экспертиза, а мы даем порядки оперативной информации, сообщения. Но в случае, чтобы это было неверное сообщение, непосредственно в нашем отделе криминалистов, такого не было. В прошлом году в управлении произошел еще один дебют. Здесь начали проводить лингвистические экспертизы речевых высказываний. Сегодня они проводятся по широкому перечню дел. От оскорбления и клеветы до разжигания национальной розни и действий экстремистского характера. При высоком профессионализме специалистов и наличии современных технических средств, каждое слово можно буквально разложить по полочкам. Экспертиза проводится двумя людьми разных специальностей – инженерами, физиками и лингвистом. Поэтому анализ комплексный. Инженер-физик исследует голос как звуковую среду, и форматный анализ проводится, и спектральный анализ. А лингвист изучает уже речь человека, особенности произносения слов, особенности каких-то высказываний, лексику, а также тембр голоса. Экспертиза биологическая, химическая, генетическая. Вообще в повседневной работе эксперта гораздо меньше романтики, чем это показывают в фильмах. Экспертов-химиков это касается, наверное, в первую очередь. Цифра, которую знают не все жители Гомельской области. Сегодня существует более 300 токсичных веществ, которые могут вызвать отравление или смерть человека. Поставить точный диагноз для настоящего специалиста не проблема. Впрочем, сегодня они занимаются не только криминальными делами. За прошлый год в лаборатории управления на платной основе проведено более 700 экспертиз почечных камней. В медицинских учреждениях Гомельской области такие исследования не проводятся. На базе управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Республики Беларусь есть возможность определения качественного состава камней из почек у больных с мочекаменной болезнью. Данный вид исследования позволяет получить информацию о типе камня, необходимую для лечащего врача, чтобы определить тактику лечения мочекаменной болезни, а также определить варианты для профилактики дальнейшего образования почечных камней у пациента. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей передачи – начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, полковник юстиции Иван Сыса. И мы принимаем в нашей студии прямого эфира телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Возможно, небольшая задержка звука. Говорите, не прерывайтесь. Алло, вы с нами? Алло. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, такой вопрос. Значит, в ходе судебного заседания по уголовному делу по статье 211, часть 4 было выявлено, что один из свидетелей совершил подделку нескольких документов. Значит, один из документов находится уже в суде после, скажем так, закрытия уголовного дела. По данному вопросу было заявлено прокуратуру, а также органы правоохранительные о том, чтобы провести судебную экспертизу по данному документу, в котором была совершена поддельная подпись. И на данном этапе, каким образом, значит, изъять этот документ из материалов суда, то есть, который находится уже, скажем, в архиве, насколько я понимаю. Вот. И каким образом провести в данный момент экспертизу, чтобы привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее подделку документа. Иван Степанович, вам вопрос понятен? Ну, вопрос понятен. Спасибо большое. Я желаю вам успешного завершения вашего дела. Поясните, пожалуйста. Ну, прежде всего, это правовой вопрос. Он лежит в правовом поле. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, следователем лицо, производящее дознание, получив заявление или сообщение о преступлении, проводит следственные, иные, оперативные и другие мероприятия, направленные на установление объективной истинной. Коль скоро этот документ стал предметом рассмотрения, то, видимо, следователь его изымет, где бы он ни находился, даже в архивном деле в суде. Ну, естественно, с разрешения суда. Вот. И в дальнейшем, получив необходимые образцы для исследования, в том числе и образцы подписей фигуранта по этому материалу. Ну, значит, экспертизу, которую мы с удовольствием выполним. Спасибо большое. Я напоминаю, 340-043 номер телефона в нашей студии, 340-043-3 номер нашего вайбера. Можете нам и написать. И, кстати, именно к таким сообщениям я бы хотела бы перейти. Они уже начинают поступать. Скажите, это правда, что сейчас ходят фальшивые купюры номиналом 50 рублей? Ну, поддельные деньги выявлялись в нашей стране всегда. И это является предметом экспертного исследования. Зачастую к нам попадают поддельные купюры российского банка, европейского банка, американского. Естественно, что белорусские деньги попадаются. Ну, сказать, чтобы это было на системной основе, и где-то у нас там появился какой-то человек или организация, которая выпускает эти поддельные деньги, я бы не осмелился так сказать. Хотя где-то я и не вправе это говорить, это уже не в нашей сфере. Но то, что к нам прибывают такие денежные знаки на исследовании, мы проводим эти исследования, да. Ну, такого массового хождения, именно 50-рублевок, нет, это скорее какая-то страшилка, да? Стерся код на машине, боюсь проходить техосмотр. Куда обратиться? Обратиться нужно к нам. Мы выполняем экспертное исследование ВИН-номеров автомашин на платной основе. Можно обратиться в Гомеле, в наш Гомельский межрайонный отдел, можно обратиться прямо в управление, заключить договор, и, я думаю, в течение 15 суток выполняется такое исследование и дается результат. Какова его стоимость? Ну, это примерно от 20-25 до 40 рублей. В зависимости от сложности? Да, в зависимости от сложности, естественно. Ну, это, наверное, одно из наиболее распространенных обращений к вам от граждан? Да, на сегодняшний день, особенно в этом году, увеличилось количество обращений, но вместе с тем мы стараемся как можно быстрее выполнить эти результаты, выдать инициатору. Проблем у нас с этим нет. У нас достаточно обученных специалистов в этой области. Иван Степанович, есть очередной телефонный звонок у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер. Меня зовут Владимир. Собираюсь купить для рыбалки нож. Какие параметры ножа можно, как бы, советовали, которые не будут являться холодным оружием и никаких, как бы, нарушений, приношений его там в рюкзаке я не буду иметь с правоохранительными органами? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Предусмотрительный рыбак. Правильно делает человек. Ну, во-первых, необходимо сказать, что различного рода специализированное, в том числе и холодное оружие, продается в специализированных магазинах. Ну, например, охотничьи магазины, охотничьи ножи. Они имеют и номерные обозначения, и, естественно, чтобы купить там нож, необходимо определенное разрешение на наношение такого вида холодного оружия. А в других торговых сетях, то, что у нас продается, там, я считаю, у нас государство очень четко регулируется, и там холодное оружие вы точно не купите. Если же это самодельный где-то нож кустарного производства, ну, прежде чем его купить, наверное, нужно в том числе обратиться и к нам, мы его исследуем и выдадим вам, является ли он холодным оружием, либо нет, чтобы вы зря не потратили деньги и потом не боялись, что вас задержат с этим ножом и привлекут к соответствующему виду ответственности. То есть, если продукция массового производства сертифицированная, то ее бояться точно не стоит. А вот если это выполнено каким-то народным мастером, тогда лучше обратиться за экспертизой. Поступают вопросы к нам на Вайбер. Что-то было. Если многие из видов экспертиз не дают стопроцентного точного результата, можно ли ссылаться на этот факт, защищаясь в суде? Давайте, мне кажется, из двух сторон состоит этот вопрос. Во-первых, экспертиза должна быть объективной. Возможно ли достижение абсолютной объективности, стопроцентной? Да, возможно. С уверенностью об этом могу говорить. Действительно, те исследования, которые мы проводим, естественно, они перепроверяются. И существуют определенные научно-обоснованные методики, которые признаны не только у нас в государстве, но и в мире. И те результаты, которые мы получаем, во многом случае, они стопроцентные. Если же эксперт стопроцентов не может ответить на поставленный вопрос, он и так и сообщает в экспертизе, он так и формулирует свой ответ. То есть он об этом указывает, что возможны какие-то погрешности, и тогда уже, конечно, суд это тоже принимает во внимание. Совершенно верно. Благодаря сегодняшним возможностям экспертов становится возможно закрыть дела, которые долгое время считались глухарями. Так это произошло в Гомеле с делом об убийстве 35-летней давности. Убийство таксиста в 1984 году, когда был изъят отпечаток ладони в машине, но не было возможно установить, кому он принадлежит. Почему это дело нельзя было раскрыть в 80-х и даже в 90-х годах, а только сегодня? Дело в том, что эксперт, получая отпечаток пальца, либо ладони, другой след, должен его, во-первых, исследовать, пригоден ли он для идентификации, отобразились ли там определенные следы, позволяющие эксперту сравнить с другим образцом. Вторая часть решения этой задачи – это иметь этот образец, достоверно зная, что он принадлежит тому или иному человеку. У нас в стране существует закон о государственной дактилоскопии. Наша база, которая создана в 2000 году, она автоматизирована, дакта 2000, постоянно пополняется, оттуда практически следы пальцев рук, ладони не изымаются. Значит, мы говорим о преступлении 1984 года, естественно, такая система компьютерная появилась только в 2000 году, и, естественно, тогда с точностью и определить, столько карточек перебрать вручную практически невозможно. Достаточно сказать, что у нас в области свыше миллиона следов стоит на учете. Можете себе представить, сколько по республике их стоит. Эта база постоянно пополняется. База доступна для всех подразделений? Нет, эта база доступна только для наших подразделений. Это информация закрытого типа. Почему? Потому что ее защищает закон, потому что там, помимо того, что имеются отпечатки, имеются достоверные сведения о лице, у которого эти отпечатки изъяты. Поэтому мы храним тайну личную людей. И особо никому, кроме правоохранительственных органов, ее не показывают. То есть это происходит в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса, либо кодекса об административных правонарушениях. Поэтому, естественно, что при пополнении этой базы, ведь не так давно мы стали и ладони помещать, и компьютеризировали и эту сторону работы. Дело в том, что наши эксперты постоянно работают не только с поступившими следами, совершенными преступлениями и раскрытиями по горячим следам. Мы постоянно работаем со всеми образцами, которые нам поступают. Неважно, в каком году это совершено преступление. Постоянно сравниваем поступающие к нам следы с мест происшествий, с той базы данных, которая у нас имеется. И, естественно, при ее пополнении мы вновь все, как говорят на профессиональном языке, прокручивают эти пальцы, следы ладоней с теми следами, которые когда-то у нас помещались в следотеку, как изъятые с мест совершения преступления. Вот и в этот раз эксперты в очередной раз, прокручивая, все-таки обнаружили совпадение, потом уже проверили с лицом и достоверно выдали такой результат. Громкое было на самом деле такое событие, важное для службы. Но, как вы отметили чуть ранее, что не только с преступлениями связана работа, не только с криминалом, так экспертам удалось установить тайну гибели военного летчика во времена Великой Отечественной войны. Корпус его самолета был найден поисковиками в Рогачевском районе. Расскажите об этом деле, пожалуйста. Ну, действительно, в прошлом году один из поисковых отрядов работал в Рогачевском районе, где были обнаружены останки самолета, а потом уже при раскопках обнаружены останки летчика. Кроме того, был обнаружен планшет, петлицы, сиденья от самолета, другие части, которые имели номерные знаки. Мы помогли поисковикам прочитать это с помощью нашей специальной техники. А они уже сделали запросы в архивы и установили, когда этот самолет вылетел в свое последнее боевое задание, кто был командиром этого летательного аппарата. И нам удалось помочь поисковикам установить личность погибшего, который родом из Тульской области, и потом сообщить об этом родственнику. И родственников его нашли. И, в общем-то, с почетом захоронить эти останки. Мы постоянно эту работу проводим. Это не первый случай, когда мы читаем записи из солдатских медальонов, которые за течением времени находятся в плачевном состоянии. Да, сейчас это уже под силу только экспертам. Их очень даже трогать без специальной техники нельзя, потому что могут рассыпаться, и мы ничего не прочитаем. Но нам удается это делать. Вечная память, вечная слава погибшим героям. Далее предлагаю перейти к нашей рубрике «Есть мнения». Мы задавали людям на улицах вопрос, приходилось ли вам сталкиваться со случаями подделки документов. Я не слышала, ну, не знаю, может быть, распространено. Наверное, наши органы работают хорошо, слезят за этим. Я не слышала, честно говорю. Слышала, да. У меня как бы у родственников такого не было где-то, но да, слышала, бывало. А что слышала? На перебивание номеров больше слышала. Ну, везде этих мошенников хватает, ну, понимаете, ну, это такое очень опасное дело. Ты должен доверять человеку, а у него поддельный, он поддельный врач, поддельный милиционер, поддельный и номер тем более, а потом какая-то авария сбилась. Ну, это плохо. Я как школьница очень часто, что дети просто подделывают школьные справки для проезда. А дневники? Дневники нет, дневники не подделывают. Я слышал это. В газеты писали. Все это. Что подделывают наиболее часто? Полностью и больничные, номера, и машины эти перегоняются с номерами с этими вот другими. Перегоняются, продаются. Это в Годице было, по-моему. Даже по телевизору показали. Да, я слышал, но я этого не поддерживаю, конечно. Это наказуемо должно быть. Вот. Ну, я этим не занимаюсь. А вот то, что вы слышали, что подделывают наиболее часто? Номера, документы. Про больничные я даже не слышал такого. Вот. Ну, в принципе, больше ничего. Когда смотрю передачи по телевизору, конечно, слыхала. И что? Ты не сталкивались? Нет, нет, нет. С подделкой документов не сталкивалась с жизнью. Ну, это всегда было такое. Ну, слышали? По телевизору, когда что-нибудь там где-то что-то. А так, чтобы самому встретить кого-нибудь такого из знакомых или что не было такого. Номера подделывали на машинах. Ну, поддельно. Ну, так, я как бы не автолюбитель, я особо в этом не разбираюсь. А подделка документов? Про подделки не знаю, не слышал. Я не знаю, зачем это. Это все равно это узнают, потом накажут. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе судебных экспертов. Иван Степанович, а с какими подделками, деньгами или документами приходится иметь дело экспертам? Да, действительно, вот здесь люди много говорили о поддельных номерах автомобилей, о прохождении документов, о прохождении техосмотров. Действительно, это и есть. Попадаются и поддельные удостоверения водительские, в основном не белорусские, а с других стран. Люди, наверное, ошибочно думают, что если это водительское удостоверение другого государства или любой другой документ другого государства, как и паспорта, и денежные билеты, и так далее, то мы не можем их идентифицировать и выявить. Это не так. У нас есть специальные картотеки с образцами документов, со всеми видами защиты этих документов. И поэтому эксперту особого труда не составляет выявить поддельный документ. Конечно, хотелось бы сказать гражданам, все-таки не приступать в закон. Это того не стоит. Чем те последствия, когда привлекают к ответственности. На самом деле, идеальных преступлений сегодня уже не бывает. Все можно установить. Практически человек, теоретически, да, а как правило у нас преступник – это человек, не может не оставлять какие-то следы. Это можно предположить только теоретически. Он не передвигается по воздуху, он дышит. Поэтому, естественно, что оставляют следы. Конечно, есть те, которые занимаются преступлениями на профессиональном уровне. Но вместе с тем от этого не зависит умение правоохранительных органов. И с нашей помощью изобличать таких преступников, находить следы их преступления. Иван Степанович, есть сообщение по почерковедческой экспертизе. Для меня не совсем понятно, но я надеюсь, что сформулировано правильно, и вы поймете. Каким образом назначить дополнительную почерковедческую экспертизу, если в результате указывает эксперт НПФ? НПВ, наверное. Ну вот так написано. Не представилось возможно. Ну, во-первых, скорее всего, я, конечно, предполагаю, эта экспертиза была назначена каким-либо правоохранительным органом. Ну, наверное, если это человек-страна по делу, потерпевший, обвиняемый, он имеет право заявить ходатайство о назначении дополнительной экспертизы. Если эксперт в таком виде дал ответ, не представляется возможным, значит, у него либо не хватило образцов, либо других каких-то моментов. Ну, конечно, нужно разбираться индивидуально. Я бы посоветовал человеку, который задал этот вопрос, наверное, прийти к нам, пообщаясь с экспертом, более тщательно выяснить обстоятельства и дать ему совет, как лучше поступить в том или ином случае. Как записаться на прием к какому-то конкретному специалисту, к руководителю отдела? Как здесь поступить? В городе Гомеле, на улице Ландышева, 19, находится наше управление криминалистических экспертиз. В принципе, можно в любой день с 9 до 18, обеденный перерыв у нас с 13 до 14, прийти туда, вызовут необходимого эксперта и с ним договориться к конкретной встрече и поговорить по этому вопросу. Спасибо большое. Хорошо, хотела бы перейти к направлению вашей деятельности, о котором, наверное, не так много кто знает, что вы осуществляете надзор за деятельностью медицинских организаций и проверяете правильность лечения проведенного, особенно в тех случаях, если человек умер, правильность назначений. Как это происходит? Что говорит статистика по таким данным? Действительно ли имеет место ошибка врача? Ну, во-первых, не совсем надзорная деятельность, но вместе с тем, конечно, мы оказываем влияние на те или иные нарушения, допускаемые нашими врачами. Я не скажу, что это часто происходит, но при проведении экспертизы умершего человека, либо живого человека, конечно же, эксперты изучают медицинские документы, представленные, истории болезни, медицинские карточки и так далее. Возникают различные вопросы правильности заполнения документов, правильности выставления диагнозов. Да, бывают такие случаи, когда мы выявляем такие факты, о чем мы составляем специальную карточку и направляем эти сведения в Управление здравоохранения, либо наши территориальные органы, главным врачам медицинских территориальных образований. Что же касается ошибки врачей, управление Гомельской области не занимается таким видом сложных экспертиз. У нас специальное управление, созданное в Центральном аппарате, это управление сложных судебно-медицинских экспертиз, которое именно и проводит экспертное исследование на предмет выявления именно врачебных ошибок. Там, где в результате неправильных действий врачей случается, бывает, и умирают люди. Но это всегда является предметом рассмотрения правоохранительных органов. Соответствующая экспертиза назначается, ее в этом вышеназванном управлении в Минске и проводят. Мы такие экспертизы не проводим. Это наиболее сложный вид судебно-медицинских экспертиз. А вот одна из самых популярных тем сегодня в телеэфире, во всевозможных ток-шоу, это тема установления отцовства. Часто ли такие экспертизы приходится выполнять гомельским специалистам? Достаточно часто. Люди обращаются в основном в частном порядке. Мы проводим генетические исследования, естественно, по идентификации личности, но люди зачастую, чтобы восстановить права, либо оспорить права отцовства, материнства, обращаются к нам за этой помощью. Мы проводим такие исследования. Кстати, мы можем их и на анонимной основе проводить. Да, это платные исследования. Люди должны прийти сдать кровь. И мы проводим такие исследования. Ну да, есть и курьезные случаи, когда особенно речь идет об элементах, о наследстве, и когда представленные нам, например, два претендента на звание биологических отцов, ни один, ни другой не являются ими. И такое бывает. Но что делать? Это жизнь. Наше дело объективно дать ответ тому, кто у нас его попросил. На самом деле, жизнь никогда без работы судебных экспертов не оставится. Есть несколько вопросов, к которым мы еще не уделили внимания. Буквально прошу вас коротко, но по сути дать ответ. Провели ремонт. Цена большая, качество никакое. Как привлечь мастеров к ответственности? Помогите в установлении истины. Нужно, опять же, к нам прийти, взять необходимые документы, посоветоваться с экспертом. Это тоже на Ландышево-19. У нас есть строительно-технические эксперты, которые посоветуют, как правильно поставить вопросы, чтобы мы на них объективно ответили. Муж постоянно избивает. Где снять побои? В больнице или у вас? Анонимно. Я должен предупредить граждан, что мы проводим такие исследования на платной основе в городе Гомеле, на улице Катунина, 12, либо в любом территориальном судебном медицинском отделе нашей области. Но мы сразу должны оговориться, что если мы выявим какие-то телесные повреждения, мы сообщим об этом правоохранительные органы. Это наша обязанность. То есть здесь уже возможности подумать вы никому не оставляете? Нет. Если выявлен, значит, это повод для обращения. Как попасть на службу в следственный комитет? Какое образование нужно? Следственный. Ну, я думаю, что имели в виду, наверное, все-таки вас, комитет судебных экспертиз. Все зависит от той специальности, на которую вы хотите к нам прийти. Естественно, что, окончив, имея высшее образование юридическое, судебным медицинским экспертом вы не станете. Нужно прийти на кожу Р-5А улицы в городе Гомеле, и в отделе кадров вам очень подробную информацию дадут, как стать экспертом. Иван Степанович, спасибо вам огромное за такой интересный диалог. Хорошего вам праздничного вечера. Спасибо. Спасибо. Вам всего доброго. Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иван Сыса был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова